Субтитры сделал DimaTorzok 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 Привет, Жень! Субтитры сделал DimaTorzok Привет, расскажи про сынешку. Данилчик у нас на прошлой неделе переболел, у него была температура, очень себя плохо чувствовал, он болеет крайне редко, но метко. Поэтому мы очень все переживали, сейчас у него остался кашель. Расскажите мамочке, кто здесь есть, чем вы лечите кашель. Кашель сухой. Он уже более мокрый, но все равно он кашляет и слава богу температуры больше нет, он не гуляет уже неделю. Вот поэтому лечим его. Второго ребеночка не планируете, планируем, я уже об этом говорила, но планируем через годик, может через полтора, а не сейчас. Пока что не готова. Волосы нарастила, нет, я волосы не наращиваю, я уже рассказывала. Про волосы я уже устала рассказываю, мне кажется это нудно и неинтересно. Ты кушаешь в такое время? Как вот это собрать фигуру? Я кушаю в такое время, ну например вот сейчас я заказала себе тартар из тунца. То есть это совершенно не калорийное блюдо, на мой взгляд это очень вкусное и без хлеба все это, и поэтому мне кажется вот такие вот блюда можно покушать. Учитывая, что я засыпаю в 5 утра, это вполне нормально мне кажется. Нормально кушать такую еду, не нормально засыпать в 5 утра. Женя, хотели бы жить за границей? Если честно, учитывая какие у нас условия в России и сейчас вот с кризисом, вот с теми ситуациями. Честно, да. Наверное я хотела бы переехать, правда. Счастья вашей семье, спасибо. У вас только, так, у вас только магазин или еще какой-то бизнес? Мы, да, у нас только магазин, но мы не занимаемся больше никаким бизнесом, потому что я считаю, что нужно заниматься чем-то одним. С любовью очень рада за все хвататься и толку нет. Что за вино? Это кьянти, красное ско вино. Я пью все это, если вино только красное ско, бокальчик. Ты ногти биогелем укрепляешься? Честно, я не знаю, чем я их укрепляю. Знаю одно, что это мои ногти, они уже очень длинные, их надо срочно убирать. Смотрите, вот они прям длинучие мои ногти, просто невероятно. Это мои, они нарученные. Они очень длинные, они мне мешают, я буду их выкорачивать. Просто мне было жалко, потому что мои. Так, у меня есть очень хороший способ от кашляя ночной. Насмолк проходит сразу же. Напишите, пожалуйста, мне, что от кашляя. Потому что, в принципе, сиропчики всякие у нас есть, но, не знаю, может быть, ингаляции какие-то делать. Синекот при ском кашляет. Синекот есть, не помогает он нам. Так, пишите одни и те же вопросы про ногти. Я уже ответила. Купила куртку сегодня в твоем магазине. Правда? Надо уточнить, какую куртку. В Принцплазии имеется в виду? Основные все новинки всегда у нас в Принцплазии в магазине. В никаком другом. Ты читаешь книги? Я слушаю аудио книги, и это бывает крайне редко в последнее время, потому что, ну, иногда я перед сном слушаю романы какие-нибудь, но, как правило, не знаю, сериалы смотрю. Много сердечка, я уже вижу, мне очень приятно. Наверное, я единственная такая, которая выглячивает сердечки. Это всегда интересно. Вот я сижу в перископе, вам рассказываю. Порой мне кажется, я рассказываю такой бред, честно. Порой мне кажется, что я вообще говорю какие-то бессмысленные вещи. Потому что я все то, что я рассказываю себе, я все это знаю, и мне как бы самой про себя не интересно. А потом, кстати, я в дальнейшем бывает такой, что у меня моя официальная группа Евгения Гусева копирует мои перископы. Я бы это периодически просматриваю, и даже мне интересно. Я иногда смеюсь над собой, бывают очень смешные моменты, когда я туплю там, или, например, наоборот удивляю себя, как я островно сказала. В общем, интересно на себя со стороны посмотреть, поэтому вы не обессудьте. Я такой же человек, могу ошибаться, могу говорить с ошибками. В то же время, зато вот это все от души, это не наигранно, это не поставлена речь, и вот что думаю, то и говорю. Поэтому вы меня не обессудьте, пожалуйста. Вы приобрели недвижимость в Москве или снимаете? У нас есть недвижимость, но мы, конечно же, скоро планируем переезжать. Пока ничего говорить не буду, потому что люблю по факту. Вот по факту будет чем поделиться с вами, обязательно скажем. Пока что нечем поделиться. Ты волосы нарастила? Нет, я не нарастила, это волосы на заколках. Красавица, ты мне все больше, ты больше Даши нравишься мне. Ну, типа вот там духи что-то. Ну, перестаньте мне совершенно разное, у Даши и свои позитивные моменты у меня свои. И, как бы, я считаю, что даже нет смысла нас сравнивать. Совершенно разные. Дай Бог, что мы были обе счастливы. Я уже счастлива в этом случае. Ац и амбробене в таблетках, амбробене. Нужно попробовать. Заходи почаще, пожалуйста. Ну, кстати, на самом деле, да, мы с вами прикольно общаемся. Можно и почаще выходить, мне это нравится. Я раньше думала, блин. Я чем больше не нахожусь на Доме-2, честно скажу, тем больше отвлекаю от негатива. Мы больше общаемся с людьми, которые нам более приятны. И постоянно слушаю больше позитива. И мне, конечно, негатив я вообще не воспринимаю в последнее время. Поэтому я в первый раз думаю, блин. Сейчас выйду в перископ, опять там негатив какой-то. Даже если его мало, мне неприятно слушать, правда. А сейчас замечаю, что очень мало негатива, больше позитива. Это приятно. Физ. Так-так-так-так, я не успеваю читать про лекарства. Но я потом пересмотрю, все сообщения сохраняются. Обязательно. Спасибо за советы. Здесь с короткими глазами тоже хорошо. Именно поэтому я не наращиваю. Иногда хожу с корей, иногда с длинами. Красивые волосы. Даже не скажешь, что на заколках. Ну, конечно, у меня хорошего качества волосы. И это не пластик никакой. Так же я их мою. Делаю бальзамы разные и так далее. Даже при тех, как вытягиваете тушком, наношу определенное средство, чтобы не сжигать волосы. То есть я укаживаю. На тебе сейчас есть макияж? Да, на мне есть. Я рассказываю о том, реснички. Передай привет Ксении Шамаевой. Не успела. Прочитайте, извините, если фамилию неправильно. Передай привет Денису. Привет. Ты серебряные кольца носишь или белое золото? Ой, секундочку. Ой-ой-ой. Что это такое? Секунду, секунду. У меня получилось куда-то у меня делся чат. Все. Ты знаешь, что Задойнова выгнали? Не знаю. Я не интересовалась. Мне неинтересно. Выгнали их. Ушли они сами. Не ушли они. Мне неинтересно. Это семья. И все. Поэтому даже смысл мне сюда про них писать. Как медик советую горчичники. Горчичники. И ингаляции с физраствором. Вот это хорошая тема, кстати. А вот еще йодом. Как вы считаете, как медик надо йодом делать сеточку? Кстати, вот горчичники дам. Я маму тоже в детстве делала. Жень, ты с Антоном? Да, я с Антоном. Вот он рядышком сидит. Передает вам привет. Скажи привет. Привет. Жень, я тобой восхищаюсь. Ты реально супер красотка. Ну перестаньте. Жень, у моего мужа день рождения. Можешь поздравить? Могу? Напишите, как зовут мужа. Жень, парень при 40. Не успела. Заблокируй, кто от тебя плохо говорит. Успей заблокировать. Просто не хочет даже тратить время на него. Покажи своего мужа. Показать? Покажу. Сейчас покажу. Сейчас, секундочку. Антон, улыбнись. Ты прям как суровый. Все. Ну все. Ну скажи что-нибудь. Я не буду соскучиться. Я не буду. Скажи. Поздравляю всех с наступающим Новым Годом. Да. Желаю. Жень. Ну все. Желаю бизнеса. Чего? Здоровья. Денег. Денег побольше. Больше. Любишь меня? Да. Целуешь меня? Целуешь меня? Целуешь меня? Выключила. Я не могу. Обязана. Да. Ну что, общаюсь с вами еще 5 минут, и все, мы поедем скоро домой уже. Хочу сегодня принять ванну расслабляющую, потом включить какой-нибудь сериал. Не какой-нибудь, а в чем вина Фатмоголь, бесконечный сериал, он никогда не закончится. Ой, вот поймают Селима, и я уже тогда успокоюсь, там уже поймали, и все, и буду спокойно спать. Просто посмотрел, тот понимает, и все, и лягу спать. Так, пишите, ой, сколько сердечек много, сколько, сколько, ну пожалуйста, я хочу хотя бы 2 миллиона сердечек, у меня там миллион что-то 900, а мне хочется 2 миллиона, ну давайте сделаем неприятно, 2 миллиона сердечек лайков хочу. Так, один тут есть у нас, который пишет всякую гадость мне, один человек, я хочу его заблокировать, но не успеваю, потом отдельно вернусь и заблокирую тебя, и зачем ты здесь сидишь? Не понимаю, вот сидит человек, который пишет мне, сидит человек, который пишет мне, один человек пишет мне всякие гадости, я его не сблокировала разный, не сблокировала другой, но зачем ты здесь сидишь, скажи, пожалуйста, зачем сидишь у меня в перископе, тратишь свой воскресный вечер на меня, зачем ты это делаешь, я тебе так не нравлюсь, вот в чем логика, люди, объясните мне, пожалуйста, не нравлюсь человеку, а он сидит у меня в перископе, специально заходит и смотрит, как это называется, мне это никогда не понятно, мне не нравится человеку, я не захожу, мне нравится человеку, я захожу, все очень просто и логично. Динара овца, кто там Динара, это не я сказала, я прочитала сообщение, так, где сидите, сидим в ресторанчике, ужинаем, просто сейчас было, сейчас ездили по делам, отвезли одного человечка и заехали перекусить, пишите, пожалуйста, мне сообщение, ой, сколько много лайков, вы мне поддерживаете, что у меня будет 2 миллиона, ура, ура, просто знаю, что у некоторых по 5 миллионов, по 6 миллионов, но это потому, что они часто выходят, я знаю, я редко выхожу, я сама виновата, конечно, но все равно 2 миллиона, это так приятно, я все жду, когда у меня в инстаграме будет миллион хотя бы подписчиков, кстати, подписывайтесь, кто не подписался, Женечка Гусева, это мой инстаграм, обязательно подписывайтесь, буду рада читать ваши комментарии, позитивные, такое, все, мои дополнения, да, спасибо, что все читаешь, что пишешь, я не все, читаю, но стараюсь, зачем гнаться за лайками, ну мне приятно, ну бывает же такое, у каждого свои вот приходи, мне приятно, что у меня много лайков, почему же, что здесь плохого, у каждого свое, я честно говорю, мне нравится, что, бывают ссоры у вас, конечно, бывают, мне кажется, такого ненормального пара не бывает ссора, это какое-то равнодушие должно быть в отношениях, если люди не ругаются, ну скажите мне, у нас бывает не то, что мы там ругаемся, мы спорим, это вообще любо-дорого, мы спорим постоянно, по любым вопросам вообще, сегодня спорили, Антон, из-за чего мы сегодня спорили, нет, я не буду даже озвучивать, из-за чего мы спорили, мы еще не, то есть из-за кого мы спорим порой, вам лучше даже это, такие вы счастливые, а у меня все плохо, почему плохо, какая, так, вот сейчас нашла, я вот сейчас нашла, вот сейчас, хочу заблокировать, ура, все, я заблокировала Динару, я поняла, почему Динара овца, спасибо большое за помощь, я заблокировала эту девочку, которая пытается меня сочетать оскорблять, непонятно зачем, и сидит же на протяжении уже там 30 минут со мной, проводит свой вечер, ну не понимаю я, зачем себя насиловать и смотреть на меня на такую, такую овцу, я вот не понимаю, любимый парфюм, у меня нет любимого парфюма, более того, я никак не могу найти, я не могу найти свой любимый парфюм, и я не могу найти свою любимую тушь, если насчет косметики говорить, остальное все, я знаю, что мне нравится, бесконечный бокал, просто я, так, по чуть-чуть, как правильно пить, такие, пишите мне сообщения, опять, наверное, зависает интернет, так, с Дашей общаетесь, нет, мы не общаемся, поснимать Данильсика обязательно поснимаю, просто он болел, сейчас я как-то так сниму это, я не вижу сообщений, поэтому сейчас молчу, извините, просто связь плохая, наверное, я буду с вами прощаться, потому что, к сожалению, связи никакой, вообще. Передай привет Казахстану, привет Казахстан, кстати, Казахстан, мне кажется, меня любит, потому что когда-то я приезжала, очень много меня знают, хотя мы не вставляли никакой рекламы перед приездом, очень много народа собралось на нашем открытии, до сих пор у нас магазин процветает в Алматы и в Казахстане, то есть нас любят и мне очень приятно. Какое вино пьешь? Я пью венок Янти, сухое, красное, в принципе, всегда я пью или виски Джек Дэниелс, или венок Янти, или вообще ничего. Ну, это бывает крайне редкость, потому что мой муж вообще не пьет, поэтому и я практически не пью, бывает так, что иногда за ужином могу прокрутить бокальчик, там раз в две недели, раз в три недели. Покажу сумочку. Сумочку показываю. Вот моя сумочка. Вот. Ребята, у нас тоже сынок, мы счастливы. Здорово, мы вас поздравляем. Ты самая лучшая, спасибо большое. Где приобрести такие волосы? Виктория Чихайр, зайдите туда, посмотрите, там очень хорошие волосы. Передай привет Сусане и Марине. Привет, девочки. Жень, ты красавица, спасибо большое. А интересно, у нас есть кто-нибудь из-за границы здесь? Просто мы с Антоном часто прикалываемся, заходим перескоп к кому-нибудь, там, не знаю, в Майами или еще куда-нибудь. Интересно послушать американцев. Там мы с ними пишем. Пару раз нас заблокировали даже. Видимо, что-то нету написали. Плохо английский знаю. Машину умеешь водить? Умею, но, честно скажу, делаю это не очень хорошо. Хотя в планах у меня заняться не вопросом серьезно, потому что я хочу водить машину уверенно, не боясь ничего. Потому что я, конечно, в силу того, что очень эмоциональная, сами понимаете, где-то там что-то с рулем, я паника сразу и так далее. Для водителя очень хорошо быть хладнокровным человеком, но это не про меня. Привет из Израиля. Привет. Кстати, ни разу не была в Израиле, мне кажется, там классно, надо съездить, слетать. Да, я из Германии. О, я когда-то раньше учила немецкий язык, уже почти все забыла. Я тебя люблю, Женя. Я тебя 30 лет. Я тебя люблю. Кто немецкий, понимает чуть-чуть? Очень я люблю немецкий язык, на самом деле, мне очень нравится. Он близок мне по духу. Когда в детстве у меня мама отдала на английский язык, когда мне сказали говорить «мазэ», «пазэ», вот это вот все через язык, мне показалось это так ужасно. Я схватила тетрадку, убежала с уроков, потому что мне показалось это как-то неэстетично и вообще. И несмотря на то, что я училась на одни пятерки, учителя наставили, чтобы я учила английский язык, но я пошла на немецкий, а там «мутер», «патер», вот так вот, все. Вот это мне по душе было, и я училась на одни пятерки. И Алевтина Вениаминовна, мой преподаватель по немецкому, всегда приводила меня в пример, всегда очень хвалила меня, потому что, ну, немецкий язык очень люблю. Он грубый, он такой «ух, мне нравится». Я учу немецкий. Ну, здорово, но английский, к сожалению, или к счастью, сейчас, наверное, боже, мне кажется, там кого-то убивают в соседнем зале, там банкет. Что-то происходит. Я тоже немецкий учу. Очень жаль, что в Тюмени закрылся ваш магазин. Дело в том, что там девушки, которые, девушка молодая, человек, которые купили там франшизу, они недавно родили маленького малыша, еще одного, и у них пополнение в семействе, они, к сожалению, не справляются с магазином. Ничего страшного, мы бы скоро откроем новую франшизу, и обязательно откроем там магазин, поэтому не переживайте, все, что делать, к лучшему. А тем временем, наших любимых франшизников из Тюмени, я поздравляю с рождением малыша. Очень хорошая семья, их обожаю, они классные, красавчики. Я в Германии жила, знаю немецкий. Я? Дастыш, фантастиш. Да нет, на самом деле, дастыш, фантастиш – это одна из избитых фраз. А вообще, всякие, натюрлич, конечно, многие слова. Если честно, я вообще очень хорошо немецкий знала, что все забыла. А вообще, надо язык знать, любой, надо учить языки, надо развиваться. Ну, блин, надо, 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 ну, вы сами знаете, да? Все надо, а всегда или лень, или заняты, или еще что-то, всегда какие-то дела. В Тольятти есть ли у вас магазин? Нет, мы в Тольятти не открывались, у нас нет магазина в Тольятти. Так, смотрите, дорогие мои, я вижу, что связь очень плохая. Я вижу, что зависает все, потому что сообщения очень медленно идут. Я хочу с вами проститься, и мы с вами обязательно пообщаемся, возможно, из машины. Я, может быть, вам наберу, может быть, там будет лучше связь. Все. Блин, и как раз связь пошла, да что ж такое? Ладно, все равно я с вами прощаюсь. Давайте уже, мы просто сейчас уже с Антоном поедем. И постараюсь, если будет нормальная связь, выйду из машины к вам. Хорошо, пообщаемся. Все, давайте я вас целую. А можно еще одного? Спасибо. Все. Нам, кстати, обещал. Нам, осла, осла нам обещал. Продолжение следует.